Покров зиму встречает, гласит народная мудрость. Православные христиане торжественно отметили один из самых почитаемых праздников – праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день в церквях и храмах не только России молились Богородицы. С великой радостью и особым трепетом это торжество встретили и жители села Покровское, Артёмовского городского округа, а также приезжие гости. В главном зимнем храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы состоялся молебен в честь Божьей Матери. Прихожане храма и прибывшие гости помолились Богородицы, прося её об отпущении грехов и снисхождении благословения на дальнейшее счастливое будущее. Покрова Покрова Пресвятой Богородицы. Покрова Покрова Пресвятой Богородицы. В проведении богослужебного праздничного мероприятия помогали настоятелю храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, отцу Дионисию, священнослужители храмов Артёмовского городского округа и из соседних территорий. Поздравляя участников молебна с праздником, отец Дионисий напомнил верующим о смысле этого торжества и о истории праздника. Что такое Покров? Покров – это праздник торжества и торжеств Божьей Матери. Здесь, в этом празднике, прославляется вся земная жизнь Божьей Матери. Все чудотворные иконы, которые только есть и которые явятся у нас с вами, если Богу угодно будет, они все прославляются в этом празднике. Перед какой бы иконой Божьей Матери мы с вами не молились, мы всегда говорим, покрый нас честным опором. Видите, мы везде прибегаем по Крову, покрый нас честным своим опором. И доказательства этих слов нам история с вами показывает много, много, очень много чудес, которые делала для нас с вами Царица Небесная. Когда враг стоял в IX веке у стен Константинополя, турки стояли у стен для того, чтобы захватить, поработить и сничтожить государство православное, тем более город. Кому народ мог прибегнуть, если помощи нет куда ждать? Конечно, к Богу, к Божьей Матери. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы для жителей села – знаковое событие. Престольный праздник. Когда-то храм в Покровском был освящен в честь Покрова Божьей Матери. На Покров селяне отмечают День села. В этом году селу Покровскому исполняется со дня основания 395 лет. Самому же храму, в том обличии, в котором он есть, исполняется 195 лет. Для нас это сегодняшний день – знаковое событие. Торжества, как говорится в Писании, из торжеств. День села, день храма и престольный праздник. Наш храм когда-то был освящен в честь Покрова Божьей Матери, поэтому мы сегодня празднуем престольный праздник. И покров бывает в жизни каждого из нас с вами. Каждый молит, просит Божью Матерь, подходит к ней. И она, если человек молится только искренне от сердца, она слышит его, видит и простирает над ним свой святой Амафор, покрывая его, защищая своими молитвами. И вот мы сегодня молились, чтобы и впредь до скончания века Царица Небесная простирала свой Покров над нашим с вами селом, оберегала, защищала. А мы, жители, не забывали это великое чудо, ту помощь, которую нам дает Царица Небесная. Приходили, прославляли Господа, Матерь Божью и святых угодников. Я всех вас поздравляю еще раз с праздником, с престольным. Да храните вас Господь. Далее прославляли имя Господа Бога, Сына Божьего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, участники божественного мероприятия, которое продолжилось крестным ходом вокруг храма Покрова Пресвятой Богородицы. Отметим, если к началу праздничной службы православных в храме было не так уж и много, то в крестном ходе ряды участников существенно пополнились с богоговеянием, вторили молитвам священников и следовали за ними в крестном ходе. Большое количество людей – все, независимо от возраста, социального статуса и пола.